Ежедневно 19 фактов мошенничества и краж с банковских карт регистрируют сотрудники полиции в Югре. За год произошло около 6,5 тысяч преступлений такого характера. Это на 70% больше, чем в прошлом году. В общей сложности жители региона за 2020 год добровольно отдали онлайн-мошенникам 470 миллионов рублей. Найти преступников и доказать их вину крайне сложно. Жанна Кузьмина продолжит тему. Вортовчанку Альбину мошенники нашли на сайте по продаже вещей и услуг. Женщина хотела выручить денег, выставив на торги пуховик внучке, но в результате лишилась кругленькой суммы. Сейчас, пошагово вспоминая каждое действие, Альбина сетует на саму себя. Покупатель под ником молодой девушки так умело смог убедить собеседницу ввести номер банковской карты с кодами и паролями, что у нее не возникло сомнения. Не могу понять до сих пор, почему так произошло. Вот настолько убедительно было, во-первых, общение с этой девушкой было очень убедительным. И то, что она обязательно покупает этот пуховик и пересылает деньги, и что там уже она их отправила якобы на авито, и все. То есть было настолько все убедительно. Кибермошинники в большинстве случаев маскируются под банковских служащих, покупателей или продавцов. Пользователи интернета ловят на удочку массовых рассылок от популярных брендов, а в результате воруют личные данные. Эта уловка так и называется – фишинг. Счет потерянных югорчанами денег достигает полумиллиарда рублей. К примеру, только в Урае жители меньше, чем за год перевели 17 миллионов рублей. В местном УВД зафиксировано более 120 подобных случаев. И люди до сих пор идут с заявлениями. В соцсетях есть тоже такие виды, как обещания гражданам, что если положат 200 рублей, получат 2000. Если положат 5000, получат 10 тысяч. На это тоже ведутся. Но тут уже без общения с мошенниками. Тут идет чисто переписка. Большинство потерпевших не могут внятно объяснить, что заставляет их вводить коды и пароли для перевода денег. Рассказать об этом могут следователи. Как выяснилось, в разговоре с людьми кибермошенники используют методы нейролингвистического программирования, воздействуя определенным порядком слов на разум и волю человека. Справиться с ними непрофессионалу практически невозможно. Поэтому совет предельно прост. Услышали в трубке незнакомый голос, обещающий выгоду? Прервите разговор и отключите телефон. Раскрывать подобные дела, рассказывают сотрудники окружного УВД, очень сложно. Мало того, что кибермошенники используют различные формы маскировок, так еще и находятся далеко, как правило, в других регионах. Определенная трудность связана и с несовершенством законодательства. В итоге вернуть похищенные деньги проблематично. За руку поймать дистанционных мошенников практически невозможно. Сегодня в Югре раскрывается только 10% таких преступлений. В случае, если нам удается установить личность подозреваемых, у них нет счетов банков, какого-либо движимого или недвижимого имущества. С них ничего нельзя взыскать в счет погашения ущерба потерпевшим. Запомните, сотрудники банка никогда не звонят своим клиентам. Редко, но кибермошенников все же находят. Так, в Когалыме расследуют дело в отношении жителя Казани, владельца фейкового интернет-магазина. На его счету более 20 эпизодов преступной деятельности, собранные по всей стране, в том числе и Югре. В ближайшее время уголовное дело планируют направить в суд. Жанна Кузьмина, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Нижневартовск.